Добрый день, с вами психолог Коробкова Наталья и сегодня я хочу поговорить на такую тему, как гиперопека родителей. Чем грозит ребенку, если у него гиперопекающий родитель или родители? Неважно, достаточно иногда одного родителя, как правило, мамы. И я буду это рассматривать на примере российского фильма, который вышел в прокат в 2009 году по мотивам повести Павла Санаева. Фильм называется «Похороните меня за плинтусом». Это автобиографичная повесть. Правда, насколько я знаю, фильм немного исказил сценарий, который был в повести. И в фильме показано просто два дня жизни этого мальчика в семье у бабушки. Это за день до дня рождения и сам день рождения. А в повести там гораздо больше всего происходит. И в повести больше сосредоточено внимание именно на мальчике, на его мыслях. А здесь как бы такой максимальный акцент сделан на бабушку. И тем не менее я опираюсь на фильм. Я буду опираться на фильм. Вот этот фильм очень ярко показывает, как можно гиперопекать ребенка. Причем неважно, бабушка это или мама. То есть любой такой значимый взрослый, который влияет на ребенка, с кем ребенок живет на одной территории. В данном случае это яркий пример так называемой такой жесткой гиперопеки, таких жестких манипуляций. Потому что гиперопека может быть и мягкой, но она все равно из разряда мягко стелешь, жестко спать. Просто в фильме показано, когда жестко стелят и жестко спать. Разные виды бывают. Потому что у нас же бывает манипуляция снизу, бывает манипуляция сверху. В данном случае бабушка действует по сценарию манипуляции сверху. То есть она давит, она обесценивает, она обижает, обзывает. И грубо говоря, пытается опустить своего мужа и внука и свою дочь ниже плинтуса, собственно говоря. В этом ее задача. Но для чего она это делает? Для того, чтобы показать свою значимость. Потому что на самом деле в душе она себя считает никем, считает себя никому не нужной, абсолютно ничего не значащей, ни для кого. И если она потеряет вот этот контроль над мужем и над внуком, но прежде всего она сосредоточилась на внуке, потому что он ребенок, им легче манипулировать. Мужа все-таки она боится там потерять. И муж действительно взрослый человек, в конце концов может не выдержать, стать и уйти. А ребенку деваться некуда. И она делает все для того, чтобы ему некуда было деться. И тогда ей легче самоутверждаться, занижая его значимость, его самооценку. И при этом делая все, чтобы он и морально, и физически полностью от нее зависел. Чувствовал себя без нее беспомощным, что без нее он умрет. Хотя на самом деле это чистой воды проекция. На самом деле это она умрет без него. Что, собственно говоря, и произошло в конце фильма, когда у нее стала угроза, что этого ребенка заберут. У нее случается сердечный приступ, и она умирает. Вообще весь фильм практически показывает, что такое проекции. У меня есть отдельное видео про проекции, но здесь я тоже опять о них буду говорить. На чем строится гиперопека? Строится она на том, что родитель показывает, что он незаменим, что он очень важен, и ребенок должен это знать, помнить и ценить, и ощущать всегда. Для того, чтобы он это помнил и ценил, идет внушение чувства вины. Потому что когда человек виноват, им очень легко манипулировать. Поэтому все манипуляции, как правило, направлены на внушение вины. Возьмем даже пример, как в фильме с мышкой. Когда сама же бабушка, ей мешала эта мышка, она попросила мужа поймать мышку. Он ставит под стол или под кровать мышеловку, мышка поймана, он приходит и говорит, вот, все, дорогая, я поймал мышку. И что она делает? Она говорит, нашел, урод, чему радоваться, загубил там создание живое, он пополам его перерубил и радуется. Он говорит, ну ты же сама просила. Она говорит, ну я-то так думала, чуть-чуть прищемит там, как бы, чуть-чуть его наказать, да, как говорится, выкинуть на улицу. А это что, говорит, пополам перерубила. То есть что она делает? И даже здесь вот, да, чтобы не, чтобы и здесь внушить вину, что даже мышка поймалась не так, и в этом виноват муж. Вот он плохой, он жестокий, а она хорошая и добрая. Ну такой прям реальный переверт, что все переворачивается. Вот, поп, все стрелки переводятся, такой чистой воды газлайтинг идет. Вот, и что еще применяется помимо чувства вины? Запугивание постоянно. Это не трогай, заболеешь. Это не ешь, там, значит, покроешься пятнами. Это не бери в рот, сгниешь изнутри. То есть и применяются такие достаточно, ну, сильные запугивания какие-то ужасающие, да, чтобы ребенок вот прям просто весь вот был в страхе и не выходил из него. Да, и как она говорит, когда она резко врывается в ванну, где ребенок, он умывался, да, и начал вытираться не тем полотенцем, как бы полотенцем, который вытирается дед. Вот, она резко врывается, он сдрагивает, да, пугается. То есть такое вот идет постоянное нарушение границ. Ведь он мог в этой ванне, там, я не знаю, там, в туалет мог ходить, мог какие-то интимные, в общем, вещи делать. И она специально вырывается. Ей хочется нарушить эти границы, ей хочется напугать этого мальчика. Она, ну, такой, как бы, может быть, не осознает, что она садист. В принципе, она такие садистические, да, вещи делает. Вот, и начинает тут же кричать, положи, идиот, это полотенце, значит, этот вонючий старик, и ноги вытирает, а у него грибок. И она это говорит очень громко, он сидит практически под дверью, этот муж ее, и она понимает, что он слышит. И он уже, ну, он так, по всей видимости, в роли жертвы находится, такой созависимый тоже. И сидит, молчит, как бы не реагирует на это, да, не обижается. Вот, ну, а она постоянно очень сильно людей не то чтобы обижает, она их прям, ну, гнобит, можно так сказать, уничтожает. Вот, я говорю, опускает ниже плинтуса. Вот, ну, естественно, тут же она его пугает, что там чуть ли не грибок этот по лицу теперь у него пойдет. В общем, мальчик живет, ну, в постоянном страхе, в жутком, и неудивительно, что потом у него развивается вот этот диагноз, да, ему ставят муковисцидоз. Потому что если вы почитаете, что это такое, там как раз эта болезнь связана с поражением органов дыхания, брюшной полости, да, и прямой кишки. То есть, а любые запугивания, вот эти все такие вот резкие вырывания, когда постоянно какой-то страх перед жизнью идет, да, и страх вот этой жизни, смерти, там это всегда отражается на органах дыхания. А также невозможность ответить этой бабушке агрессии и постоянный страх перед ее агрессией, это вызывает, значит, изменение работы желудочно-кишечного тракта. Это чисто воды психосоматика. То есть, в принципе, мальчик растет очень болезненный, да, по фильму, и неудивительно. То есть все эти болезни, естественно, они имеют нервную основу под собой. То есть это психосоматика, которая именно из-за бабушкиного поведения, да, но бабушке это выгодно, она как бы сама вызывает в нем эти болезни. Ну, понятно, что она не знает о понятии психосоматика, но мы сейчас смотрим просто уже поверхностно, что происходит. Она, из-за нее эти болезни, но эти болезни помогают ей владеть этим ребенком, потому что через болезни она нужна, она важна, она его спасает. Она, как она говорит, только бабушка тебя может спасти, только бабушке ты нужен, только бабушка ради тебя кровью харкает, да, и так далее. Ну, то есть, вот, потому что если он будет здоровый, у него все будет в порядке, у нее даже в этом случае есть ощущение, а что ей тогда делать, в чем и как она будет важна, она сама внутри абсолютно обесценена. Только таким образом она пытается поднять свою цену. Ну, и обращение к мужу и к внуку, оно, в общем-то, все время такое уничижительное. То есть, там, вместо доброго утра, там, вставай, уродец, анализы сейчас придут брать. И вот опять здесь такой садизм, значит, то есть даже вот понятно, что брать анализы, это не всегда приятно, да, точнее, многим деткам вообще страшно, но она это говорит вот с каким-то садистическим удовольствием, то есть ей хочется опять напугать этого ребенка, там, или давай, значит, вот у тебя температура, она его тут же обвиняет, что температура из-за того, что ты сделал то-то и то-то, да, то есть все время идет обвинение, вот, и, ну, то есть либо мужа, либо внука, они всегда виноваты, но не она. И вот эту клизму, как она ставит ему от температуры, то есть резким движением вставляет ему эту клизму в попу, то есть вот все делается для того, чтобы тело ребенка, ну, было абсолютно вообще сковано просто вот каким-то ужасом, я бы так сказала. Потому что на самом деле эта бабушка, она вся в страхах, она скована этим страхом, она скована этим ужасом, и она вот так вот действует, вызывая те же чувства у этого мальчика, да, то есть это происходит частично осознанно, частично неосознанно. И поэтому даже в фильме была такая сцена, когда она разговаривает со знакомой по телефону, да, упиваясь тем, что она жертва, она ей там часами рассказывает, какая она жертва, начиная там чуть ли не с рождения и по сегодняшний день, как она себя ради всех приносила в жертву со всеми подробностями, да, и как они все сволочи неблагодарные, значит, ей не отвечают. И вот она просто вот упивает с этим, кайфует, на этом строится вся ее жизнь. И она в конце разговора, она говорит, ну, единственное, вот, бывает, срываюсь я на внука, кричу, ну, так это из-за страха. И вот здесь она говорит правду. Она действительно, все, что она делает, и вот эта грубость ее, и вот эта тревожность ее, и вот эта злость и агрессия на всех, это все из-за страха, да, и страх потерять этого мальчика. На самом деле ей руководит дикий страх. Собственно говоря, от этого страха она и умирает в конце фильма. Ну, и повторюсь, значит, помимо внушения чувства вины, да, повторюсь, что это внушение чувства страха, да, то есть вот как она с ним разговаривает, когда он кашу не хотел есть, там, дерьмо неблагодарное, жри, говорю, сколько сил на тебя уходит, гнида, подлец, подонок, значит, я там все кишки рву ради тебя, а он есть не хочет, посмотрите на него, да. Потом в другой сцене, там, что-то он уроки, по-моему, делать не хотел, она, значит, бритвой замазывает ошибки его, соскребает, точнее, и говорит, вот этой бритвой бы тебе в горло бы всадить, да, там, это я сейчас тебя выскребу, а не ошибки твои. Ну, то есть вот прям такое запугивание, там, на уровне садизма, на уровне каких-то зверских издевательств. И, естественно, в дальнейшем, если только мальчик или муж себя ведет как-то, то есть они все-таки проявляют агрессию в отношении к ней или пытаются защититься, просто, грубо говоря, когда мальчик убегал от нее, и она поняла, что она его не сможет догнать, идет манипуляция вот этим плохим самочувствием. Все, я умираю, она лежит, орет, впадает в истерику, устраивает специальные показательные истерические припадки, нанося даже себе увечья, да, она там расцарапала себе лицо реально в кровь для убедительности, и только когда мальчику становится ее жаль, он пугается, что он что-то такое наделал, что сейчас там бабушка умрет или будет что-то, или убьет себя, и будет что-то непоправимое, ну, в этот момент она его, он подходит к ней, она его хватит за шкирмак потащила. Ну, и постоянное вот это, конечно, гнобление дочери, то есть дикая ненависть к дочери, и, как она говорит внуку, будешь таким же дерьмом зависимым, как твоя мать. Но на самом деле это тоже чистой воды проекция. На самом деле зависимая именно она. Она зависима от этого мужа, да, и без него она не может состояться в социуме. Она зависима от этого внука, который придает ей значимости, и то, что он болеет, она его таскает по врачам, по лучшим профессорам, вот она какая хорошая, значит, бабушка, да, и всем рассказывает, какая плохая мать подбросила ребёнка, и она вот такая героиня всё это на себе тащит, да, при том, что она сама не отдаёт ребёнка. И да, дочь тоже является зависимой, да, но просто она выбирает себе слабых мужчин, пьющих мужчин, потому что, естественно, она росла с такой матерью, которая её унижала с самого детства, и оскорбляла. У неё, естественно, самооценка ниже плинтуса у дочери. Мужчина она будет выбирать, как правило, с химической или алкогольной зависимостью, потому что они тоже должны быть такие вот внутри бедные, несчастные, неуверенные в себе, и тогда рядом с ними есть, ну, как бы она считает, что такого она достойна. Лучшего нет. Там своя зависимость, созависимость у неё. И сама бабушка-то тоже выбрала слабого мужчину, который терпит, что его гнобят, что его оскорбляют, и для него это нормально, он не обижается, и даже наоборот, ведётся на все эти манипуляции, защищает её, верит во все её слова. Вот, и за весь фильм проявила лишь один раз агрессию, когда она уже взяла без его разрешения его новый магнитофон, распаковала, да, ещё и подарила внуку, хотя это вообще как бы не для него предназначалось. То есть, повторюсь, она зависима, её муж зависим, да, находится в зависимых отношениях, дочь она сделала зависимой, и вот внук, внука используют во всех этих созависимостях, в общем, скажем так. Если охарактеризовать как-то эту бабушку, да, ну, если какой-то ей попытаться диагноз поставить, то больше она похожа, конечно, на психопатичную женщину такую, с зависимым расстройством личности, если так можно назвать, ну, вот пытается через жёсткие манипуляции, значит, как-то приобрести смысл своего существования. Вот, ну, в принципе, ведёт себя как психопатка, жестокая и беспощадная. Вот, даже вот взгляд, прекрасно сыграла актриса, конечно, и прекрасно. Вот если вы увидите, когда близко её взгляд показывают, как она на мальчика смотрит, то у неё прям такой холодный, такой хищный взгляд, вот именно как у психопатов. Очень здорово у неё получилось. Да, и выживает она как раз за счёт этого внука. Вот когда она ему говорит, когда они мышонка на улице хоронят, и вдруг она начинает плакать и говорит внуку, вот как представлю тебя в могилке, дышать не могу, хоть бы все твои болезни матери твоей передались, ушли бы от тебя к твоей матери, да. На самом деле здесь она говорит правду, что представлю тебя в могилке, дышать не могу, то есть у неё этот мальчик реально как еда для неё, да, вот психопаты, нарциссы, они питаются людьми вот через такие манипуляции всякие, уничижительные, и они этим подпитываются, они тогда свою как-то самоценность питают. И действительно, если мальчик умрёт, то есть она остаётся без пищи, можно сказать. Иногда да, может умереть. Ну, естественно, у неё прослеживается в её поведении везде, за её поведением стоит сильная зависть, сильнейшая зависть к мужу, к его успеху социальному, она даже не может нормально насладиться, да, плодами этого успеха, потому что живут они очень обеспеченно, но она не может выйти из такого состояния жертвы, которым она упивается, и как бы сильнейшая зависть к мужу, потому что она себе хочет такой успех, но внутри она считает себя никем, и поэтому и жизнь-то у неё так сложилась, она притягивала сама вот такие сценарии, чтобы быть никем, быть ниже плинтуса. Но так как зависть есть к мужу, идёт вот эта ненависть, и ей хочется топтать и топтать его, она не может быть просто рада и благодарна, что у неё муж как бы хорошо обеспечивает их семью. Такая же зависть может быть к дочери, и скорее всего она есть, что не дай бог дочь там счастлива и живёт с любимым мужчиной, или не дай бог, чтобы дочь будет счастлива со своим ребёнком, да, там они будут друг другу нужны, у них всё будет хорошо. Нет, ей нужно всё это порушить, всех сделать несчастными, потому что она сама внутри несчастлива. Вот, и в конце фильма, когда бабушка умирает, видно, что очень сильное, такое ядовитое чувство вины у дочери и у мужа, да, то есть в её внушении они, естественно, дали свои плоды, и вот они там кидаются на гроб, это вот такое чувство вины. Он, скорее всего, думает, что это из-за него она умерла, потому что он её оттолкнул, да, из-за этого магнитофона. Дочь думает, что из-за неё. Ну и вот только внук, благодаря тому, что он ещё маленький и ещё не до конца пропитался всем этим чувством вины, и во многом он видел бабушкины манипуляции, он уже сам стал манипулятором, сам применял эти манипуляции на бабушке, то так, то так, да, старался с ней разговаривать, что в чём-то её убедить. И вот он в конце как бы так улыбается и рассказывает, где бабушка, значит, деньги спрятала, чтобы мама их сразу нашла и забрала себе. Вот, то есть говорит о том, что у мальчика ещё нет такого чувства вины, он, конечно, в душе рад, что бабушки нет, и что он, наконец-то, с мамой. Вот, но вот этим манипуляциям он уже начал учиться с детства. Ну, у него выбора просто не было. Вот ему надо было как-то выживать в этой атмосфере. Итак, значит, на примере этого фильма и героев этого фильма, причём то, что показано в фильме, это, ну, вот действительно так есть в жизни. Ну, не совсем так, но истории очень похожие. И это, я бы даже сказала, это нисколько не преувеличено и нисколько не утрировано, а действительно, то есть, как я давно веду приём и давно работаю психологом, я много чего слышала и понимаю, что это вот такое бывает в реальности. Есть ещё, сейчас очень кратко скажу про так называемые, в кавычках, мягкие манипуляции, да, то есть когда мягко стелят, жёстко спать, да. Это вот когда мама такая жертва, ну, жертва добрая, хорошая, которая такая добрая, а жизни несправедлива. И она вот так любит своего ребёночка, там, мальчика или девочку, и она всё делает для этого ребёнка, и она всю жизнь отдала для этого ребёнка, но только не жёстко, а вот так мягко, да. И она может там говорить, что мне плохо, когда тебя нет, вот я прям чувствую тревогу, если ты там вот не позвонил мне пятый раз в день, да. Я вот прям чувствую, у меня такая тревога нарастает, и я прям боюсь, что как будто бы сейчас сердце остановится или ещё что-то. То есть тем самым она как бы мягко ему намекает на то, что, или ей, да, что ты мне звони чаще, ты приходи чаще. Или такие могут быть манипуляции, что тот партнёр, которого ребёнок себе выбрал, там в мужья или в жёны, это не тот партнёр, это плохой. Вот мама тебе плохого не посоветует, вот я вижу, что ничего хорошего у вас там не выйдет, и так далее. То есть идут такие запугивания тоже, но мягкие, как бы из любви. Или, мама, как ты себя чувствуешь? Ну как, как, как всегда? Ну ничего, ничего, сынок, не волнуйся, лишь бы у тебя всё было хорошо. Ничего, ничего, дочка, ничего мне не надо, спасибо, ничего, я сама, сама. То есть, но голос, да, то есть интонацию она делает одну, а сами фразы говорят об обратном, что как бы, ну вы там наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь, ничего, я тут, мне плохо, но я вас беспокоить не буду. Тем самым вызывая что? Чувство вины у ребёнка. И когда он виноват, тогда легко его подвести к нужному действию, к тому, что мама и хочет от ребёнка. И последнее, для чего и кому, какому взрослому нужна вот такая сильная созависимость с ребёнком, такое сильное слияние с ребёнком. Зачем человек это делает? Даже когда ребёнок вырастает, и вроде бы, ну вот, ты вырастил ребёнка, да можешь вообще теперь, как говорится, выдохнуть, как бы, ребёнок идёт дальше своей жизни, у тебя там нет такой вот уже сильной тревоги и ответственности. Всё. Нет, наоборот. Они не хотят выпускать ребёнка из вот этого, вот этого его детского состояния. Они его туда затягивают, в детское состояние. Да, будь рядом с мамочкой, будь вот со мной. Или мной занимайся, меня обхаживай, мои потребности удовлетворяй, да, либо слушайся меня, я буду тебя контролировать, тебе указывать, живи по моей указке, да, то есть либо указующая мама, либо мама такая, которая лежит, лапки кверху, а вокруг неё должны крутиться. Для чего, каким людям это нужно? Это нужно людям, которые внутри живут с дичайшим чувством ненужности, какого-то такого одиночества, тотального. И когда этот человек один, он не может организовать, не может заполнить свою внутреннюю пустоту сам, ничем. То есть и он пытается эту чёрную дыру, эту пустоту внутри себя, в душе заполнить ребёнком, и он его как бы жрёт и жрёт, жрёт и жрёт, а всё время мало, потому что причина этой пустоты-то не... как бы ребёнком он никогда не наестся, это как чёрная дыра, туда всё время кидаешь, она как в чёрную дыру пропадает. То есть нужно смотреть, откуда и когда появилось это чувство. Наверняка это как-то связано с отношениями с родителями этого человека, или это вообще какая-то родовая программа, или ещё что-то. То есть это реально, эти люди, они просто питаются своим ребёнком, они его сжирают, они не могут его как отдельную личность отпустить, и чтобы он проживал свою жизнь. Нужно, чтобы они жили его жизнь, заполняли вот эту пустоту внутри, присутствуем, заботой, любовью, потому что сам этот человек себя не любит, сам этот человек пустой такой внутри. Вот. И ещё бывает, что эти люди, они такие просто жестокие, и у них есть такие садистские наклонности, и через это они, это тоже может происходить всё на автомате, неосознанно, да, но как бы они понимают, что вот они жрут собственного ребёнка, но поделать с этим ничего не могут, они этого хотят, снова хотят и хотят, всё время голодные. То есть такой некий садизм, они видят, что ребёнку плохо рядом с ними, что он свою жизнь полностью положил, да, значит, ради матери, то есть он отказался от своей жизни, или она отказалась ради неё, но ребёнка не жалко, как будто бы такой сильнейший, махровейший эгоизм. Да, пусть так и будет, вот как ребёнок, как раб, он должен меня обслуживать, я королева, мне, мне. Такие психопатичные тоже нарциссические вещи, но у психопатов и у нарциссов у них вот есть вот эта вот чёрная дыра, они выживают за счёт того, что поджирают других людей, а дети, ну, понятно, что это самая удобная и вкусная еда. То есть вот такая жестокая правда. Что с этим делать? Детям, естественно, делать всё, чтобы дистанцироваться. Это работа с чувством вины, это работа со страхами. И если, там же основной страх, да, это вот, что я сейчас, ну, наперекор маме что-то сделаю, да, то она умрёт. И она может реально умереть, потому что она, её желание отомстить ребёнку за то, что он сошёл, да, с той стропы, которая ей нужна, может быть так велико, что она реально вот, за силой мысли вызовет у себя какую-нибудь болезнь страшную или сердечный приступ. И ребёнок с огромным чувством вины будет думать, что это из-за него. И потом бывает очень тяжело от этого оправиться. Поэтому там такая, ну, работа хорошая с психологом обязательно. То есть и идёт некая подготовка моральная даже к тому, что, возможно, даже родитель может умереть. Но что, вина — это не ребёнка, это именно решение родителя. Это её решение или его, да, вот сейчас так на это реагировать, не отпускать своего ребёнка, манипулировать, умереть из-за того, что ребёнок не слушается. Хотя это уже не ребёнок. Я вообще сейчас говорю уже, когда эти дети, им 40 по 50 лет, да, вот когда манипулируют уже взрослыми людьми, лишая их вообще вот счастья, личной жизни, всего, в общем, дышать без родителя спокойно не могут. Ну вот, то есть мать полностью или отец там, ну как правило, мать поглощают вот этого ребёнка. Вот, то есть здесь вот эта вот работа к сепарации, готовность к полной стопроцентной сепарации, что бы ни произошло. И когда на чашу весов ставится жизнь родителя, который вас сжирает, или ваша, вот кого вы выберете, вот по этому пути в терапию, ну в терапию вы пойдёте, естественно, если вы выберете себя, если вы выберете родителя, и решите, что да, я готов или готова быть едой до конца своих дней, пусть меня сожжут полностью, и я умру раньше своего родителя, если, ну или не умру, то просто будет не жизнь, а существование. Если вы к этому готовы, естественно, никакая терапия вам не нужна, вы спокойно дальше ведётесь на манипуляции родителя и живёте по старой схеме. Вот, собственно говоря, если кратко, то это вот так. Все мои контакты есть в описании под видео, ниже, там написано, как ко мне записаться. С этими темами я работаю давно и успешно. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok